Божаю здоровья, уважаемые украинцы и украинки. Третий – Херсон. Детали о том, как усиливаем защиту города от российского террора. Разведка доложила о работе по эвакуации наших граждан из сектора газа. Продолжаем эти наши усилия. По возможности помогаем также гражданам других государств, наших партнеров. Я благодарю всех, кто привлечен к этой работе. ГУР, МИД, посольство. Молодцы. Кстати, спасибо подразделениям ГУР, выполняющим боевые задания на фронте, на земле и на море. Конечно, сегодня были доклады командующих с фронта. Я благодарю каждое подразделение, каждую бригаду, которые выполняют задания сейчас и в Харьковской, и в Донецкой областях, и на юге нашего государства. Воины, я благодарю вас. Всех, кто в бою, кто на боевых постах, кто помогает. Артиллеристы 55-й бригады, как всегда, горжусь вами. Марьинское направление. Воины 79-й отдельной бригады ДШВ. Спасибо. Авдеевка, 53-я и 110-я отдельная механизированная бригады. Спасибо. Купенск, 14-я отдельная механизированная бригада, 57-я отдельная мотопехотная, 13-й батальон 95-ки, 3-й батальон 54-й отдельной механизированной бригады, 2-й батальон 30-й отдельной механизированной и 40-я отдельная артиллерийская бригады. Я благодарю всех вас, воины. Сегодня обратился к участникам важного форума во Франции, Парижского форума мира. Форум объединил лидеров и европейских, и других континентов. Важно, чтобы все имеющиеся вызовы, прежде всего по безопасности, получали именно глобальные ответы мирового большинства. Чем больше мир объединен, чем больше линий нашего сотрудничества, тем меньше будет шансов на доминирование у тех, кто человеческую жизнь не ценит. Я благодарен президенту Макрону за организацию таких международных площадок. На днях состоялся визит первой леди Украины во Францию в рамках нашей культурной дипломатии. Елена приняла участие в открытии в Париже представительства Украинского института, учреждение, которое продвигает украинскую культуру в мире, объединяет наших людей и всех людей мира на основе культуры. Есть меморандум о сотрудничестве между Украинским институтом и Университетом Сорбонна. Также Елена приняла участие в работе конференции ЮНЕСКО. Эта организация помогает нам объединять мир ради защиты украинского культурного наследия от российских ударов. Была встреча первой леди Украины и Эммануэля и Бриджит Макрон. Высокий уровень внимания к Украине. Спасибо. Состоялся визит во Францию также первого вице-премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Проработали вопрос создания фонда по восстановлению нашей критической инфраструктуры. Готовится и начало работы с Украиной Французского банка развития. Провел встречу сегодня с министром обороны Литвы. Хороший разговор. Поблагодарил за уже оказанную Украине поддержку. Очень весомую. Это и оружие, и политическая поддержка, и абсолютно искренняя поддержка общества в Литве для Украины, для украинцев. Действительно ощущается наше союзничество. Я попросил передать слова нашей украинской благодарности господину президенту Науседе. Но обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество между Украиной и Литвой. Работаем над снабжением бронированных медицинских эвакуационных машин для ребят на фронте. Готовимся и к другим международным коммуникациям и мерам. Мы сделаем все, чтобы придать Украине сил. Спасибо всем, кто поддерживает. Слава нашему народу. Слава Украине. Слава нашему народу. Слава Украине.